Здравствуйте! И снова в эфире программа «На самом деле! На самом деле! Университет Магнитогорский государственный технический». В этих эфирах мы разговариваем о его совершениях, перспективах и возможностей. Немногие знают, что в будущем году 95 лет городу Магнитогорску и 90 МГТУ имени Носова. Удивительное совпадение дат о том, что ждать от будущего учебного года, вообще о развитии нашего университета и о вызовах, стоящих перед ним. Мы разговариваем с президентом университета, доктором технических наук Колокольцевым Валерием Михайловичем. Валерий Михайлович, здравствуйте! Добрый день! Мы встречаемся в преддверии Дня работников высшего образования. Конечно же, поздравим коллег, но и сразу вопрос. Как вы думаете, чего ждет страна от работника высшего образования? Чего ждут молодые люди? И совпадают ли эти ожидания? Уважаемые коллеги, я хочу вас поздравить с этим праздником, Днем науки. И, естественно, наука, она должна отвечать востребованности нашего общества, востребованности нашей экономики. Начиная, наверное, с первых пятилеток, с того, как становился наш город на Магнитке, и был принят этот вызов в подготовке высококвалифицированных кадров. Сначала мы готовили чисто инженеров, дальше мы начали готовить кандидатов и докторов наук, то есть высокопрофессиональные кадры, что и делаем до сих пор. И вот в этом наши мысли и дела совпадают и у преподавателей, и у студентов, и у руководства вуза. Хотелось бы, наверное, сказать, что вот за всю 90-летнюю историю наш вуз очень мало отходил от идеи инженерного образования. Несмотря на все реформы, которые были и при Советском Союзе, и начиная уже в молодой России, особенно с 90-х годов, нам как-то удалось сохранить основную идею инженерного образования внутри нашего университета. И жизнь показывает, что без этого никак. Естественно, инженерное образование – это основа. И мы, наши учебные планы и программы, в основном, даже в бакалавриате, в основном стараемся подвести к инженеру, чем наш вуз выгодно отличается, особенно вот в теперешней ситуации, при подготовке кадров среди других университетов. Ну, не могу не спросить. Вы, как президент университета, и ранее ректор, и занимались, и сегодня много занимаетесь трудоустройством выпускников, отслеживаете их судьбы. Что видите, о чем бы хотели сказать? Вот эта самая ценность инженерной школы, она подтверждается тем, как ребят, выпускников встречают на производствах. Конечно. Особенно сейчас, когда кадровый голод очень сильен. Даже не только инженеров и кадров с высшим образованием, а начиная рабочие кадры, кадры среднего звена. И буквально на днях мы были с сотрудниками нашего университета в поездке по области. Мы смотрели южную горную компанию, которую возглавляет Константин Иванович Струков, и на предмет вот трудоустройства. Вы знаете, вот в области есть, на мой взгляд, два шикарных предприятия, командиры которых заботятся о кадрах. Это Виктор Филипп Вчерашников и вот Константин Иванович Струков. То бишь ПАО ММК и Южурал Золото. Да, да. Они заточены, вот их руководство заточено на именно обеспечение кадрами. Но мы все прекрасно знаем, какая была кадровая политика на ММК в свое время. И ММК занимал лидирующие позиции по программам подготовки, при подготовке кадров. И до сих пор это видно. Это видно по социальным гарантиям, которые эти руководители дают своим работникам. Начиная от рабочего и выше. Я видел условия, в которых трудятся и работники ММК, и работники Южурал Золото. И я был удивлен, что наша молодежь, в том числе наши выпускники, с неохотой идут на предприятия. Это, наверное, что-то с мозгами у молодых людей не то. Вот это вот вызов, который мы должны, наверное, на который мы должны ответить. Переформатировать, как сейчас модно говорят, менталитет нашей молодежи на то, что они нужны в реальном производстве. Не блогерам на пляже, понимаете, а в реальном производстве. А у них для этого все есть. И мы их учим, у них мозги есть. Валерий Михайлович, а вот немножко об условиях. Ну, если о Магнитогорском металлургическом комбинате мы много говорим в наших эфирах. Вот о Южурал Золото. Что именно вы там увидели, что позволило вам использовать такие степени сравнения? Ну, во-первых, это сами рабочие условия, где соблюдается частота, порядок, техника безопасности на высшем уровне. То же самое и на ММК у нас. Это бытовые условия. У них в основном вахтовый метод. 20 дней работают, 10 отдыхают. И мы видели вот эти вот бытовые условия, где они живут, где питаются, где отдыхают. Ну, это великолепно. Когда они называют общежитие, это нормальная гостиница, чуть ли не выше, где есть кинотеатр, прекрасная столовая, зал, как в ресторане. И много чего. И вот было удивительно, когда руководство компании говорит, что мы не можем сюда дождаться выпускников. Наверное, вы правильную вещь сказали о том, что что-то в головах молодых людей. А что у них в головах? Поиск легких путей, гламурности. Неужели уже сегодня им непонятно, что реальные деньги, реальные зарплаты и реальная на долгие годы востребованность именно на производствах? Как вам кажется? Я больше 40 лет работаю с молодежью. Я вижу, что мы очень часто идем у молодежи на поводу. Мы стараемся обеспечить, может быть, то, чего не надо. Вот я теперь, речь не образования, в принципе. Может быть, это хорошо. Но вот мое субъективное мнение – это кофе в постель. Естественно, современный уровень технологий, информационных технологий, вообще айтишных этих дел позволяет это кофе в постель подать. Можно в кровати лежать. Но когда нет диалога между собой у студентов, студент-преподаватель, нет уже в их дискуссии, это уже не образование. А когда господин Греф заявляет, нам вообще не нужно никаких образовательных сообществ, они пусть там сами как-то сориентируются и учатся. А Греф – это все-таки величина ведь, да? И мне кажется, неужто он говорит государевым языком вот такие вещи? Будем надеяться, что… А молодежь, воспринимая такого человека, она как должна реагировать? Не меня, профессора, который там азмучной истины показывает, что надо, 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 ребята, быть патриотами, идти на производство, на благо Родины. А тут вот такой посыл. Это тоже один из вызовов, о чем мы начали говорить, да? У меня традиционно в эфире для всех наших гостей есть вопрос. Каким образом мы можем получить технических специалистов, если мы видим проблемы с физикой, математикой и другими предметами технической направленности в школах? Чего скрывать? Очень часто учителей-предметников просто нет. Или предмет преподносится как сложный, как непостижный, и, соответственно, дети не выбирают эти предметы для сдачи ЕГЭ. Двери таких вузов для них закрываются. Мы что-то можем сделать реально, чтобы эту ситуацию изменить? Ну, я уже сказал, что МГТУ, а раньше горно-металлургический институт, потом Академия. На всех этапах своего развития мы стремились сохранить инженерное образование. И в итоге мы пришли к созданию у себя школы, вообще-то. Нормальные средние школы, 10-11 класс. Потому что поняли, что кроме нас никто нам не поможет. Я не хочу сказать, какая сейчас школа, но я вижу, куда ориентируются ребята. Если даже в этом году, несмотря на всю рекламу инженерного образования, на дефицит инженерных кадров, у нас общество знания сдали больше, чем физику, математику, информатику, и намного больше. Профильную информатику, которая необходима для инженера, он без нее не поступит. Абитуриент не поступит в ВУЗ. Сдало всего 47% школьников в нашем городе. Физику чуть больше 8% выпускников. И до сих пор в рейтинге направления специальности подготовки в ВУЗах, первые строчки, там десятку, возглавляют не инженерные специальности. Машиностроение, металлургия, горное дело, энергетика глубоко за сотню. А до сих пор журналистика, управление, экономика, юриспруденция и так далее. Валерий Михайлович, я в этом вижу очень серьезные вопросы, в том числе и государственной политики. У вас, как у гостя эфира, есть вопросы к телевидению, как к сфере, которая как раз и занимается пропагандой? – Я как-то на досуге пролистал наши каналы. Много их сейчас, особенно в интернете, в Триколоре. Вы знаете, я оценил примерно больше 80%, так это я скромно скажу, всех этих фильмов и сериалов построены на несчастье, на несчастье семьи, отдельного человека, общества. Я не увидел примера, достойного примера, и не видно, кто из них где работает. Ну, есть какой-то папа там, мама, глава холдинга огромного, я утрированно говорю, и вокруг него вот вся эта строится семейная жизнь с треугольниками, с пятиугольниками, там не поймешь, кто с кем и когда. – И никакой трудовой занятости, никакой вовлеченности не показано. – Да, и вся эта красота. А это ребенок видит вот так, вот так. Непроизвольно дети в нашей семье, они видят все это дело. – То есть деятельность у этого молодого человека как бы за скобками он об этом не думает? – Поэтому они и хотят все сразу и сейчас. – Хорошо, что мы об этом говорим. Это вопросы важные. И надеюсь, что как депутат Законодательного собрания Челябинской области вы имеете возможность и на региональном уровне их тоже решать. И к слову, а чем еще заняты на депутатском поприще, какие сегодня заботы у депутатского корпуса нашей области? – Деятельность депутата заключается в законотворчестве. И в основном мы этим и занимаемся. Кроме работы в округах с населением, очень плотно мы работаем, все депутаты. Хочу сказать, что в последнее время особенно много законов принимается в связи с проведением специальной военной операции. В основном они касаются социальных гарантий, военнослужащим, их семьям, детям, родителям. Очень много. Губернатор очень много таких законопроектов предлагает. Мы их рассматриваем, одобряем. Как правило, все практически. Конечно, сейчас непростое время. Я недавно вернулся с зоны СВО. Мы много где были, развозили гуманитарную помощь нашим военнослужащим, начиная с Луганской, Донецкой республики, проехали Запорожскую, Херсонскую область. Как раз об этом у нас есть и видеосюжет. Я предлагаю всем зрителям посмотреть, как собирают гуманитарную помощь в стенах Магнитогорского государственного технического университета. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Что ж, мы все увидели своими глазами. Давайте продолжим разговор. Валерий Михайлович, и что же вы там увидели? Ваши личные самые глубокие переживания после этой поездки? Самое яркое впечатление на меня произвел рассказ одного из работников Челябинского следственного комитета, находящегося на территории Запорожской области. Когда они в силу своей миссии выполняли свою работу, проверяя детсады, школы, другие учебные заведения. И видя там картинки, плакаты, другую рекламную продукцию с негативным отношением к России. Ну, допустим, русский враг – убей русского. Сколько я убил русских. Игры, компьютерные игры, в которых именно на уничтожение русских. Вот это для меня было очень горько. И горько еще и потому, что нацизм зародился на русской земле, на славянской земле. Я вернусь к городу Магнитогорску. В нашем городе больше ста национальностей. За все время мое, ну, наверное, я не ошибусь, если скажу, и за все время существования города Магнитогорска, не было национальной розни. Вот город наш, он уникальный именно этим, что мы живем в дружбе, в согласии, независимо от вероисповедания, от национальности, вот эти вот на следующий год уже 95 лет. И у нас в ВУЗе примерно столько же, сотня, наверное, представителей разных национальностей. Ни разу не было. Ничего. Вот пример. Наверное, таких примеров много по России. И, наверное, все-таки мудрая наша политика, государственная в этом плане. Хотя в других регионах и проявляется некоторая, наверное, такая вот особенность. Давайте надеяться на то, что само наличие созидания, промышленности, людей, причастных к труду, нас от этого в том числе и предостерегает. И снова об университете. Хочу задать вам вот какой вопрос. Мы обсудили очень важные государственные такие вещи, серьезные, о которых нужно еще думать и говорить, и говорить на всех уровнях. А теперь немножко личного. 90 лет университету. Для вас, как для человека. Что означают эти слова? Вы знаете, я университет олицетворяю живым организмом. Для меня это человек. Семья. А что такое 90 лет для живого организма? Это мудрость. Это опыт. Это возможность обобщить все, что сделано. И поставить новые задачи на новый период. Не на 90 лет, а на много-много лет. Почему в Кембриджу там сколько лет? 500, наверное, или другим вузам. И мы, я думаю, так же будем. И наш вуз, наверное, к тому времени будет не хуже их. Мы сейчас по рейтингу, по глобальному рейтингу, попадаем в топ-10 мировых вузов. Это 10% от всех вузов. Мы там во второй тысяче. Я бы сказал, это очень неплохой результат. А топ-10% это 2000 вузов, да, в мире? 2000 вузов. И мы вот в них входим. Мировых, да. И мы туда входим. Ну, естественно, задача попасть в 5%. В тысячу. Лучших вузов мира. Ведь это для, будем говорить, Магнитогорского, ну, провинциального вуза. Даже то, что мы имеем сейчас, это очень высоко. И я хочу передать коллективу свои искренние поздравления с нашим 90-летием. Пользуясь случаем, хочу сказать, что на протяжении всех 90 лет мы работаем в триаде. Это город Магнитогорск. Это наш любимый ПО ММК и университет. Вот три единства. Оно нам помогает в любой ситуации выжить и двигаться вперед. Валерий Михайлович, мы уверены, что эти задачи будут решены. Спасибо вам, что были нашим гостем. Успехов в работе, здоровья и процветания. Спасибо. Здоровья и процветания я желаю также всем нашим зрителям. И напоминаю, что программа на самом деле выходит в эфир в городе Магнитогорске при поддержке стипендиального фонда депутата Государственной Думы Павла Владимировича Крашениникова. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!